Размерность скорости Метр в секунду в системе СИ Отсюда сразу можно вспомнить формулу, что Если мы хотим посчитать путь, то мы должны Скорость умножить на время движения Известная формула Самым информативным графиком при изучении кинематики Является график зависимости проекции скорости Тела движущегося вдоль оси Х от времени Если у нас движение равноверное, то, как вы помните, скорость Будет все время постоянно изображаться горизонтальной Линии, в течение времени Т1, тело двигалось с постоянной Скоростью Как определить путь по этому графику? Глядя на формулу, можно такой вот сделать Геометрический смысл этой формулы будет заключаться В том, что скорость В будет являться высотой прямоугольника А время Т, которое в нашем случае мы обозначили Т1 Будет являться основанием прямоугольника Следовательно, площадь треугольника И будет как раз путь, пройднее телом То есть площадь под графиком равномерного движения Равна пути пройденному телу Оказывается, что это же правило справедливое При любом движении тела Если у нас проекция скорости Зависит от времени Совершенно произвольным образом Путь, пройденный за какое-то время Т1 Будет равен площади под графиком Если у нас достигнута за время Т1 Скорость В1 То очевидно, что путь Будет равен половине произведения основания на высоту Высота В1 умножить на Т1 Ну и для скорости можем записать Поскольку у нас движение равноускоренное Что это у нас будет АТ1 Его скорость сюда подставить И тогда получится известная формула АТ1 в квадрате пополам Путь при равномоскоренном движении Зависит Определяется по такой формуле Ну, при условии, конечно, начальной скорости Что будет, если у нас есть начальная скорость Тогда график будет изображаться так Начальная скорость Проекция на ОСИКС В момент времени 0 А потом скорость начинает расти За время Т1 Тело пройдет путь Равной площади вот такой трапеции Площадь трапеции можно посчитать по Формуле такой В0Х Это будет высота прямоугольника А высота вот этого треугольника Будет равна АТ1 Как и в этом случае И тогда формула будет записываться Таким образом Путь пройденный телом Путь пройденный телом Или что то же самое Х Координата Будет равна Ну, вначале тело могло быть Находиться в точке с координатой Х0 Поэтому здесь мы напишем Х0 А потом мы напишем Плюс Площадь прямоугольника В0Х умножить на Т1 Плюс Х Ну, имеется ввиду Проекция на ОСИКС АХ Умножить на Здесь Т1 И еще на основании Будем умножать Т1 в квадрате И 1 вторая Потому что мы считаем Площадь прямоугольника Формула Которую Вы должны знать То есть Для решения задач кинематики Надо знать Такие основные формулы Основные формулы По кинематике По кинематике Радиус вектор Радиус вектор Равен начальному Радиус вектору в начальном положении Плюс начальная скорость Умножить на Т Плюс А Т квадрат пополам Или в проекции Как учили в школе Х нулевое Плюс Везде плюсы Если мы пишем здесь Индекс Х То это проекция у нас означает И здесь тоже ставим плюс Если проекция будет отрицательна Тогда Знак минус появится автоматически А здесь-то всегда плюсы Поэтому Легко очень запоминать Эти формулы И вторая формула Это первая формула И проекция на ось Х На ось У Такие же проекции И вторая формула Начальная скорость Плюс АТ Или в проекции на ось Х Опять же В 0 Х Плюс А Х умножить на Т Всегда плюс Если проекция отрицательна Тогда у нас появится минус Продолжение следует... Опять же